Приветствую последователей 4-летнего путешествия, с вами Боб Лукас, и сегодня 16 мая 2023-го, и я надеюсь, что у вас все отлично. Это очередной выпуск 4-летнего путешествия, а в последнем видео мы с вами затронули подтверждение начала нового 4-летнего цикла. То видео последовало за видео, которое я выпустил в декабре, в котором я говорю о потенциальном дне 4-летнего цикла, которое, как мы знаем, материализовалось. Итак, в этом видео в большей степени будут вдохновляющие разговоры о том, чтобы как бы еще раз вас убедить о том, что цикл начался, что также является, на мой взгляд, самой тяжелой частью каждого бычьего цикла, прежде всего по той причине, что большинство это не принимают, по крайней мере, полноценно, что мы заступили на раннюю стадию бычьего рынка. В это действительно в данный момент тяжело поверить, особенно с учетом того, если вы прошли через эти тяжелые и темные периоды, той фазы падения предыдущего 4-летнего цикла. Это действительно требует большого убеждения, а также удаления того негативного восприятия, которое к этому времени накопилось, а также того привычного негативного звучания, того последствия похмелья после медвежьего рынка, которое переливается на первые 16 или 12 месяцев бычьего рынка. Это те самые страхи, с которыми мы все с вами живем на ранних стадиях, и я хочу об этом с вами поговорить. Также я хочу с вами поговорить о приближающейся волатильности, но такие события волатильности предназначены для покупки, потому что мы с вами находимся на ранних стадиях 4-летнего цикла. Также я хочу поговорить с вами о необходимости не бояться достижения вершины, которая образуется на фоне низа медвежьего рынка, на ранних стадиях бычьего рынка. Это наследие естественного страха, того, что мы увидим в очередной вершине, и того, что мы можем оказаться пойманными в очередном падении, и я думаю, что хочу вас успокоить, так как в настоящий момент это очень преждевременно для таких страхов. Итак, я планирую, что это видео будет коротким, потому что полагаю, что прежде всего на этом месячном графике и видео от декабря я говорил о том, что, вероятно, мы сформируем дно. И сейчас мы во времени, когда похоже на то, что все эти давления продавца и ликвидации уже подходят к своему концу. А мы подходим к моменту, когда рынок уже становится готовым начать новый цикл. И, конечно, у нас это уже было. И в своем последнем видео, полагаю, в марте, несколько месяцев назад, мы увидели подтверждение того, что дно 4-летнего цикла уже позади, а мы уверенно перевалили за 10-месячное скользящее среднее. Вот эта свеча нам предоставила подтверждение нового 4-летнего цикла, цикла, который закончился вот здесь, на месяце 49. Идеально во временном диапазоне 4-летнего цикла. И причина, почему эта самая сложная часть бычьего рынка заключается в том, что после 3-х или 4-х свечей тяжело поверить в то, что мы действительно находимся в новой бычьей фазе. И в большей степени это связано с медвежьим компонентом 4-х летнего цикла. Это повторяющееся падение, являющееся частью цикла, влияет практически на всех, финансово, принося значительный ущерб. И вы, вероятно, поимели значительные прибыли, которые вы не успели зафиксировать, и держали, удерживая через весь этот путь капитуляции, путь потерь, эти взломы некоторых бирж, бирж, которые обанкротились. Так что я думаю, что для большинства это ассоциируется со значительной болью. И я думаю, что никто полностью не смог избежать влияния этой фазы падения, что, по сути, построило это негативное настроение и привело к вашему взгляду, который полностью нельзя взять и избежать за всего лишь три или четыре растущих месяца. И если вы по-прежнему сосредоточены на какие-то негативные части этого цикла, то вам потребуется некоторое время для того, чтобы данный настрой начал постепенно переключаться. Сентимент определенно является опаздывающим индикатором. И это также является причиной, почему для этого требуется значительный рост, а также значительное ралли для любого рынка, для того, чтобы участники снова начали возвращаться. И именно тогда вернется и ФОМО. Люди получат ФОМО, потому что они не вошли, когда им следовало входить. Они не вошли заранее, потому что они боялись по перечисленным ранее причинам. Не вошли до тех моментов, пока не увидели значительные подтверждения движения цены. А когда такие подтверждения появились от участников рынка, от социальных медиа, что уже все окей и можно возвращаться, вот тогда это настроение начнет резко расти вверх, в более бычью сторону. И вот поэтому этот момент является тяжелым. Люди такие, «А, я бы зашел, но я боюсь, и я не зашел, потому что я боюсь». И этот период снова будет проходить. И вот почему это довольно сложно. Поэтому уверенность в этой ранней фазе цикла пока еще не пришла. И на это я пытался обращать внимание и в предыдущих циклах, когда говорил, что реальный капитал строится на том, что ты ранний. Быть первым означает преумножение капитала в течение цикла. Но еще более важно то, что быть первым в цикле позволяет вам оказаться в гораздо более уверенной позиции, заходя на довольно низких уровнях, которые позволят вам гораздо более комфортно встретить волатильность, которая неизбежно придет в этих циклах, особенно с историей такой, как у биткоина, когда он корректируется вниз на 25, 35, 45 процентов. Довольно легко. Если ваша базовая точка входа, ваша средняя цена, не низкая, не ранняя и не разумного размера, то как только эта волатильность придет, а уровень страха снова начнет расти, вы окажетесь в очень слабой позиции. Вы будете восприимчивы к тому, чтобы сокращать данную позицию, по сути, в самом неудачном и плохом времени, во времени, когда вам стоит, наоборот, воспринимать его как возможность. Также я хочу обратить ваше внимание, что в последнем цикле, на его ранней стадии, начало четырехлетнего цикла, если ваша цель заключается в движении по большей части растущей фазы цикла, то вашим фокусом должен быть таймфрейм, а не сама цена. И я думаю, что я говорил что-то похожее здесь четыре года назад. Во время ранних фазах четырехлетнего цикла вам следует избегать западни волатильности, которая придет, и сосредоточиться на двух-трех годах из цикла, и оставаться в позиции, жесткой, дисциплинированной позиции, прокатиться по этой части цикла. И сейчас у нас все очень похоже. Нам следует следить за периодом два-три года и смотреть, чтобы цена росла. Цена, которая будет близка к историческому максимуму, но очевидно, и идеально, чтобы это был исторический максимум, как было в предыдущих циклах. Поэтому, если мы смотрим на год или полтора, это будет время примерно лета, или даже конец 2024-го, и мы смотрим на цену на уровне 48 тысяч, говорят для сравнения, а затем исторического максимума, которое будет больше, чем цена за период внутри одного года. И причина, почему мы так делаем? Так как наша задача сфокусироваться на этом таймфрейме. Мы не хотим быть пойманными на ежедневной или еженедельной торговле, или на трейдинге, связанной с поступившими новостями, о каком-то правосудии или рисках, или каких-то юридических действиях в пространстве. Все это лишь короткосрочные события внутри долгосрочного цикла. Поэтому, если вы трейдите, простите, если вы инвестируете на долгосрочный период, вам следует сосредоточиться на этом прямоугольнике, который не обязательно представляет цену, но в большей степени время. Вы инвестируете заранее, имея уверенную позицию, и преодолеете шторм по пути к этому прямоугольнику, с точки зрения времени. Но, конечно же, любые стратегии представляют ситуации, когда мы можем не прийти в этот прямоугольник, и нам придется пытаться и адаптироваться как можно лучше по пути этого путешествия. Но самое главное, что вы должны признать, это то, что во времени существуют различные пути для достижения этого прямоугольника. Поэтому мы можем посмотреть на этот путь за период времени с момента, где мы находимся сейчас, и куда планируем прийти. Как на тот, за который может произойти все, что угодно. Мы можем легко за будущие несколько месяцев опуститься к уровню в 20 тысяч долларов. Можем подняться, опять опуститься, снова вернуться и прийти в эту часть. Или мы можем сделать что-то похожее, что произошло в последнем цикле, когда мы сначала поднялись за первые 4-5 месяцев, поднялись еще выше, затем провели несколько месяцев, 6-7 месяцев, а затем поднялись еще выше. Существуют различные пути для достижения этого места. И если вы сосредоточены на еженедельном или ежемесячном отслеживании, то каждое это движение волатильности будет вас выбивать из клеи, а также отвлекать ваш взгляд от вашей цели нахождение в позиции во время этого цикла, оставаться способным, забрать максимум из этого цикла. Поэтому это и есть самая сложная часть цикла. Повторюсь, потому что это ранее стадия, у нас еще нет большой уверенности, мы боимся, из-за этого падения медвежьего рынка, но также потому что, даже если вы верите в этот долгосрочный, длинный путь, который биткоин осуществлял и в предыдущие циклы, это требует дисциплины, чтобы к этому прийти за несколько лет. Когда вы видите, как остальные, а также социальные медиа и другие участники зарабатывают деньги на этих мемкоинах и на всем остальном, что буквально за одну ночь взлетает в небеса и которая постоянно появляется и пропадает в крипто. Это требует огромное количество вашей воли, а также дисциплины, чтобы удержаться в этом периоде, а также усилий, чтобы понять, что требуется время на то, чтобы получить эти прибыли. Всегда есть тенденция взять и выйти, вложить куда-то еще, потом снова вернуться, а также есть тенденция на то, чтобы бояться, как я говорил ранее, а также сыграть максимально хорошо, если я сейчас выйду и смогу избежать следующие 20-30% падения, а затем снова зайду, то у меня получится заиметь больше биткоинов за этот цикл. Как мы с вами видели в предыдущее время, у биткоина действительно есть тенденция, стряхивать людей из рынка для того, чтобы в ваших головах посеять страх, поэтому это самое плохое время для того, чтобы пытаться обойти эти движения, потому что обычно в это время биткоин возьмет и развернется, оставив всех позади. Если вы посмотрите на то, что было в прошлом, рассматривая такой аспект биткоина, как волатильность, во время предыдущего 4-летнего цикла, я полагаю, было 6 моментов, когда биткоин падал от 30 до 63%. У нас было значительное количество ситуаций, когда падения были большими, 54% падения, 63% по пути к вершине цикла. И, что я думаю, гораздо более важно, в 2015 по 2017 годы, вершины декабря 2017 года, если вы посмотрите, было довольно последовательное движение вверх к образованию резкой вершины, взрывной вершине. На протяжении всего этого времени было очень последовательно, 3 раза в год. То есть в среднем, каждые 4 месяца очень последовательно. Биткоин в среднем падал от 30 до 35%, с очень, как вы видите, последовательной частотой. В некоторых случаях он падал на 40-45%, 40-43%. И если в то время 4-х летнего цикла вы инвестировали с целью получить прибыли ближе к концу того цикла, если оказались пойманы в эти моменты волатильности, а в то время они были значительны, если вы их испытывали в реальном времени, при падении в 30-40%, это было дико, это могло сильно нарушить ваш настрой. И если вы в те моменты оказались пойманы и начали паниковать и продали, то у вас, по сути, было 11 возможностей за тот трехлетний период для того, чтобы запаниковать. Поэтому это требует дисциплины и понимания, что такие события будут и не просто один-два раза, а постоянно по пути к этому прямоугольнику, на этом пути. И каким бы этот путь ни был, на этом пути будут события очень значительной волатильности. у нас был пока только один и небольшой около 25% падения недавно, но я думаю, что очень скоро на основании истории того, как это происходит, мы с вами увидим и 30 и 40% падения. И, например, к текущему моменту 30-40% опустят биткоин на уровень примерно 19 тысяч. Не то, чтобы я это сейчас ожидаю, но на самом деле это не относится к нашему разговору. То, что нам нужно понять, то, что это произойдет. И если у вас остается этот медвежий настрой, этот сантимент страха, который все еще растет, то это еще сильнее усилит эффект влияния такого 30-40% падения цены биткоина. Это буквально приведет вас к панике и к тому, что вы продадите свою позицию прямо в момент ранней фазы этого 4-летнего цикла. А вам, вероятно, следует наоборот искать возможности увеличения ваших позиций, если она еще не сформирована до нужного размера. Итак, я не утверждаю, что волатильность нас ожидает прямо буквально сейчас, но мы точно знаем, что исторически волатильность всегда приходит. И для биткоина она приходит в любой момент. И поэтому вот эти провалы не для того, чтобы паниковать. Эти провалы для того, чтобы покупать. да, нам нужен определенный уровень доверия и веры для того, чтобы посмотреть на данный цикл и быть уверенным, что он продолжит рост к историческому максимуму, продолжая пути предыдущих циклов. И это доверие — это то, что вам необходимо выработать, чтобы построить эту уверенность, которая вам нужна на весь этот путь. Также это значит, что вы должны быть чувствительны и разумны в том, сколько вы относите к этим позициям. Как я говорил и в предыдущих циклах, если вы вложите очень много, а ваши ожидания будут чрезмерно завышены, а на всю эту ситуацию вы смотрите как на возможность удачи и богатства, то это может сработать. Но вам нужно будет такое количество убеждения, чтобы удержать эти позиции, а также риски, которые будут. Что? Обычно это хорошо не закончится, особенно, когда вы видите эти 30-40% или 50% и даже 60% падения. И если ваши вложения будут чрезмерно большими, то, как я и говорил, такие события в истории биткоина и которые будут, станут для вас очень серьезным и серьезным тестом для вашей убежденности и очень вероятно, чтобы потерпеть неудачу, если ваши позиции будут некорректными. Размеры ваших позиций не обязательно должны быть в таких размерах, которые были бы хоть в какой-то степени близки к экстремальным значениям, чтобы позволить вам очень много заработать. Наша цель зайти в минимально возможную цену внутри всего этого цикла для того, чтобы отстроить нашу уверенность. И тогда, если у вас есть планы добавлять к вашим позициям, если вы хотите еще немного больше, увеличить ваши возможные риски, особенно, если вы молоды, и если считаете, что вы сможете удержать, вы считаете, что получится выстоять больше позиций, тогда, что вам следует, это дождаться этих событий в 30-40% падении и добавлять позиции во время них, по крайней мере, тогда, основываясь на исторических данных, когда биткоин падает на 35-40-50%, это означает завершение волатильности. Конечно, цена может упасть еще ниже, и пару раз в прошлый цикл это происходило, но если вы заходите при 35-40% падении, у вас получается сохранять среднюю цену ниже, и с большей вероятностью вы приблизитесь к этому дну в краткосрочной перспективе. Такие ситуации позволят вам увеличивать размер ваших позиций, сохраняя довольно низкую среднюю цену, обеспечивая ваше положение довольно сильным к тому, что бы ни произошло в остальном времени этого цикла. Также мы слышали от людей, говорящих о том, что мы уже достигли вершины. Часть этих идей основана на том, что мы уже прошли 12 месяцев медвежьего рынка, который к настоящему времени стал довольно значительным. Но что я вам хочу сказать, это в том, что обычно, когда начинается ранний период четырехлетнего цикла, это менее вероятно увидеть вершину четырехлетнего цикла так рано, и на таком расстоянии от предыдущего исторического максимума. Ранее я много говорил о потенциальном возможности развертывания левостороннего цикла, что означает для этого четырехлетнего цикла четыре года спустя от этого недавнего низа до 2026, и что вершина не образуется спустя три года, а образуется спустя год или 18 месяцев. Да, это все еще возможно, но на мой взгляд это слишком рано для того, чтобы об этом думать и беспокоиться. И если бы это произошло, вершина левостороннего цикла обычно получается на очень значительном импульсоподобном движении. И вот почему потенциально я бы ожидал уверенный сплошной очень большой забег вверх, что-то похожее, что мы видели вот здесь, в 2018. Простите, в 2020, когда у нас образовалось шестимесячное ралли, шестимесячное движение похоже вот на это. Вот это бы стало для меня поводом сомневаться. достижение исторического максимума, преодоление его, скажем, до конца этого года. Простите, конца вот этого лета, может быть, конца этого года, может, чуть позже. Скажем, к декабрю этого года. Если у нас образуется значительное движение значительно ранее этого халвинга, приведшее нас к историческому максимуму, тогда бы я начал думать о левостороннем цикле. И такое событие определенно привлечет огромное количество розничных трейдеров, а настрой буквально взлетит ракеты в космос. Сразу пойдут истории о суперцикле буквально из каждого утюга, по той причине, что эта вершина образуется значительно ранее халвинга, а также намного быстрее, чем когда-либо в четырехлетнем цикле. И это не создат уровень страха, а создат огромный уровень воодушевления, потому что это было так быстро. И вот тогда мы с вами услышим прогнозы на 200, 300, 400, даже 500 тысяч и даже миллиона. Но сейчас отсутствие такого значительного и крупного движения, скажем, до уровня 55 тысяч или даже выше в течение этого, до конца этого года, отсутствие этого по-прежнему для меня является сигналом того, что нас ожидает цикл, который мы видели ранее, который достигнет своей максимальной вершины за три года. снова появится ФОМО, плюс мы не должны забывать о уменьшающихся прибылях, так как емкость рынка увеличивается, но по сути преодоление исторического максимума может, скажем, 1х над этим значением. Сейчас сложно сказать, но главное здесь в том, что нам нужно быть сосредоточенным на этом окне и не бояться верхов, которые придут раньше, по крайней мере не на этой ранней стадии цикла. Нам нужно увидеть прогресс роста за 12 месяцев, нам нужно убедиться в некоторых уровнях прибыльности рынка, даже если это будет левосторонний цикл, который кончится трехлетним медвежьим рынком, который все равно очень вероятно образует фазу минимании. Но в настоящий момент у нас нет ничего даже рядом с этим стоящим. Настрой остается относительно нейтральным, если даже немного не медвежий. И у нас не соблюдаются условия для левостороннего цикла. Поэтому я не думаю, что вам стоит беспокоиться, мы все еще ниже 30 тысяч, поэтому вам необходимо сосредоточиться на удерживании ваших позиций. И если по каким-то причинам вы были достаточно медленны, чтобы открывать эти позиции в рамках этого цикла, то, как я всегда люблю говорить, забудьте потенциал короткосрочной волатильности, а открывайте довольно разумные позиции. Мы все еще находимся довольно рано в этом четырехлетнем цикле. это все еще 17-18 процентов от этого низа. Это окей, и смотрите за пределами этого. А признайте, что вы можете пропустить низ этого цикла. Но вы не должны оказаться в ситуации, когда у вас вообще не открыты позиции, а биткоин продолжит свой рост за будущие 2-3 месяца, поднявшись до уровня 40 тысяч долларов. Что будет тогда? Что будет, когда снова FOMO полностью вернется в рынок? Вы скорее всего у вас до сих пор не открыта позиция, а у биткоина уже 40 тысяч. Все закончится тем, что вы окажетесь в ситуации, когда биткоин вас тогда классически стряхнет при падении 35 или 40% падении. А из-за того, что ваша средняя цена к тому времени будет высокой, справиться с падением в 35-40% вам будет довольно тяжело. И вот в такие моменты вы делаете ошибки. И снова я повторю главную тему выпуска. Заходите раньше, заходите по хорошей цене, формируйте для себя ситуацию, когда падение рынка в 35-40% будет сохранять вас все еще в прибыли. Вот тогда вы сможете пережить эти ситуации шторма, которые исторически 3-4 раза во время года будут происходить. Цель удерживаться до отметки в 3 года и наблюдать за тем, что цикл нам может дать. Мы не знаем, до какого уровня мы сможем подняться до или даже выше, но мы хотим доехать до этого времени, сохраняя свою сильную позицию, чтобы воспользоваться этими возможностями как можно лучше. Итак, данное видео это лишь воодушевляющие речи, чтобы установить эту уверенность, убрать мысли о этом медвежьем рынке, который оказался уже позади нас, сосредоточиться на будущем, а не на прошлом, потому что у прошлого есть привычка влиять на принятие решений, поэтому я хочу сосредоточиться на том, что мы должны ожидать, что мы можем увидеть и соответственно подготовиться. И три самые главные вещи при инвестировании это вход, также очевидно выход, и в одной большой куче это то, что вы делаете между этим. Итак, заход это то, что мы в большей степени уже сделали, если вы не сделали, я вам советую это сделать, открыть позиции и принять волатильность, которая нас ждет. Выход это то, что нас ожидает, в настоящий момент смысла на этом фокусироваться нет. Говорить о целях, о которых меня часто спрашивают, когда и какие они, это сейчас не имеет смысла. Нам нужно сосредоточиться на ранней стадии цикла, чтобы сориентироваться и определить лучшую точку выхода. Но для того, чтобы дойти до этого момента, определить прибыли, нам с вами необходимо сосредоточиться на части нашего пути по удерживанию и на том, что мы делаем между этими точками, над решениями по пути к этому прямоугольнику, которые будут напрямую коррелировать с итоговыми результатами, которые вы сможете достичь в этом цикле. Вам не обязательно выходить близко к вершине, не нужно стремиться к идеалу, но если вы сможете зайти как можно идеальнее, как можно лучше, то это поможет вам более легко принять решение по выходу из цикла. А также это не будет вынуждать вас сделать как можно ближе и идеальнее к вершине. Для этого вам нужно будет принимать правильное решение и в большинстве случаев в течение всего времени в долгосрочных приключениях, как это правильное решение это отсутствие решения. Довольствуйтесь тем, что у вас есть. Заходите как можно раньше, сидите спокойно, миритесь с волатильностью. Хоть это будет и драмой, будут обязательно моменты, когда придет ФОМО. Но вам нужно верить в выбранное направление, придерживаться направления и избегать всего того шума, который вы слышите и видите, а всяких других соблазнительных объектах, которые могут увести ваше внимание от данной цели. Если вы на ней сосредоточитесь, как мы делали в предыдущем цикле, то в целом у вас все должно быть очень хорошо. Желаю удачи и увидимся в следующем видео через пару месяцев. Пока. Субтитры